Поздравили ветеранов оленеводства. В туристическом центре Ненецкого округа отметили День оленя. Главными гостями праздника стали работники оленеводческой отрасли, которые не один десяток лет вели кочевой образ жизни в тундре, а теперь находятся на заслуженном отдыхе. Слышать затяжные песни ненецких женщин для них особенно приятно. Эти люди провели в тундре всю трудовую жизнь. Кочевали, стерегли стадо оленей, строили семьи. Сегодня ветераны оленеводства на заслуженном отдыхе. Но память о трудовых буднях кочевия ещё свежа. Как говорит Лия Хатанзейская, бывшая чумработница, в тундре нет выходных и праздников. Мужчины дежурят в стаде, женщины – у очага. Я работала в колхозе Харп. Вместе с мужем ездила, 22 года проездила с ним. А потом вот умер муж, скоро уже два года исполнится. Я встала в деревне. Там с утра и до самого вечера, позднее вечера всё на ногах. Вот где-то и воду надо носить, таскать, и дрова надо рубить, и кипятить, и варить. Всё надо, и сам надо кормить пастухов. Валерий Конюков пришёл в оленеводство в 1968-м, когда исполнилось 18 лет. Говорит, пошёл по стопам родителей. За более чем 30 лет кочевой жизни случалось разное. Например, часто стадо караулили волки, представляющие опасность не только оленям, но и человеку. Приходилось всю ножку всё держать. Вот и до утра. И ухли утром. И всё. Какие ещё есть опасности в вашей работе? Не знаю, какие опасности. Мы привыкли. Там всё опасность, не опасность. Надо. Нынешний праздник для оленеводов особенный. День оленя в округе отмечается в 85-й раз. С 1932 года праздник отмечался в первое воскресенье августа. В 1985-м получил название День оленя. А в 2002 году на первом съезде оленеводов Ненецкого округа традиционному празднику было решено вернуть первоначальное имя – День оленя. За 85-летний период проведения праздника сложились традиции. Оленеводы собираются в одном месте, проводят торжественные собрания с подведением итогов работы за прошедший год, соревнуются в национальных видах спорта. Людмила Булыгина, выросшая в Малоземельской тундре, говорит, готовиться к празднику начинали заранее и тщательным образом. Когда выбирали упряжки, выбирали одинаковые – уку белые цветные носы, кто беленьких выбирали, кто пятнистых, кто сереньких. И когда все выезжали за день в определенный место, где будет праздник, это была такая красота. А женщины, значит, выносили самые нарядные по низу, но в те времена как-то было, казалось, как холодновато было. И когда мы приезжали, это становище пустое, все приезжали из всех разных сторон. И приезжали в основном-то мы где-то вечерком, когда роса, когда вот упряжки быстро бегут. Все ходят другую. Ой, это чей балаган? Ань, здорово! Они друг к другу заходят, потом делятся своими новостями, смотрят на своих детей. И что еще интересно, на детей смотрят, они уже секут на будущее. Ага, у нее мальчик, это значит будущий жених. У этой девочки растет столько-то лет и такого-то рода. И они даже могли между собой договориться, что это будущий жених и невеста. По количеству домашних северных оленей Ненецкий автономный округ занимает третье место в России. Впереди только Ямал и Якутия. Поголовье оленей в округе составляет почти 175 тысяч особей. Из них свыше 130 тысяч составляет общественное стадо и около 45 тысяч – частная собственность. Вашим ежедневным тяжелым трудом создавались оленеводческие хозяйства на территории округа. Вашим трудом создана та основа, на которой создано и развивается оленеводство. Это ключевая отрасль нашего сельского хозяйства. Занято более тысячи человек. Невозможно без оленеводства представить. Ненецкий автономный округ – это неотъемлемая часть нашей жизни. Сегодня традиции оленеводства продолжают 13 сельскохозяйственных производственных кооператива, 6 семейно-родовых общин и одно государственное предприятие – Ненецкая агропромышленная компания. И спустя даже 85 лет для тундровиков оленеводство – не только профессия, но и образ жизни.